130 офицерских и 100 гражданских пар примут участие в 4-м Большом Севастопольском благотворительном офицерском бале. 11 июня Гражданское военное общество объединится в танце на площади Михайловской береговой батареи. События проходят за счет средств и ресурсов всех его участников – меценатов, государственных структур и бизнеса. Про их роли в организации мероприятия будем говорить с исполнительным директором Юлией Заветских и руководителем проекта Екатериной Графодатской. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Благотворительный офицерский бал пройдет четвертый раз в Севастополе. Расскажите, с кем взаимодействуете в организации мероприятия? Ну, на самом деле, событие очень многоплановое, поэтому очень много действительно структуры компаний, с кем мы взаимодействуем, с кем мы сотрудничаем. Хочется отметить, в первую очередь, конечно же, наше плотное взаимодействие с Черноморским флотом, потому что это именно тот большой помощник в балу, это, естественно, наш соорганизатор. Далее, это государственные структуры, которые в этом году помогают нам очень сильно с информационной поддержкой, также с административной поддержкой. Ну и, безусловно, огромное количество партнеров и именно людей, просто неравнодушных вообще к событию, неравнодушных к проекту, которые каждая или каждая компания по мере своих возможностей нам оказывают помощь, содействие, поддержку. Конечно же, это очень важно и хочется, пользуясь случаем, передать им за это большую благодарность. В частности, какую роль они занимают в программе балла? Ну, естественно, по направлениям, да, у каждой компании, у каждой структуры своя роль. Если говорить, опять-таки, повторюсь про Черноморский флот, то это наши соорганизаторы, которые нам помогают безумно просто в части самой вот организации, да, событий, организации, участия офицеров. Что касается государственных структур, то в этом году, благодаря их помощи, как можно больше севастопольцев, как мы надеемся, узнают о событии, узнают о проекте, уже узнают. И, конечно же, хочется о большой роли сказать оркестру, потому что какой бал может быть без оркестра? У нас чудесно участвует симфонический оркестр севастопольский под руководством Владимира Николаевича Кима, который каждый год берется за очень сложную программу, которая нужна к балу. И, конечно же, получается такая очень красивая у нас история в плане музыкальных произведений классических. Ну и, конечно же, все компании, которые задействованы по разным направлениям, это и организаторы кейтеринга, да, которые как раз нам помогают, и флористы. То есть, общее событие, бал как таковое, это большой такой симбиоз совершенно разных направлений, и по каждому направлению у нас есть наши партнеры, наши друзья. Мы даже больше любим это слово, потому что оно больше соответствует действительности. И, конечно, их роль колоссальная. Я бы сказала так, без них ничего бы этого не было. Это такая совместная работа, командная, настоящая работа. Как привлекаете внимание партнеров? Позвольте, я отвечу на этот вопрос. У нас есть специально в нашей команде разработаны разные пакеты, которые мы можем предложить нашим партнерам. И у нас, поскольку события широко освещаются, то, к примеру, вот из минимального, что мы предлагаем нашим партнерам, это пакет, в котором содержится следующий набор бонусов. У нас есть шикарный пресс-вол балла, на котором размещаются логотипы партнеров. Также вот он у нас в этом году будет красиво украшен цветами. Он является фото-зоной, то есть в начале балла, когда идет сбор гостей, гости приходят, фотографируются на фоне него и дают интервью. Также у нас есть прекрасное издание. Это юбилейный альбом балла. Этот альбом, он очень красивый, в нем много фотоматериалов, также речи представителей правительства. И этот не просто журнал, который там прочитать и выбросить, а эти альбомы люди хранят у себя годами, и они показывают друзьям, что вот кто участвовал, что вот здесь вот посмотрите, вот такая красота. Мы причастны были. Ну и в таких изданиях мы размещаем. Конечно же, у нас есть наш прекрасный официальный сайт нашего проекта, наши соцсети. Ну и самое главное, что мы предлагаем сейчас всем компаниям, чтобы это было не просто участие, либо это спонсорское, либо по бартеру. Мы, конечно же, приглашаем именно участвовать в самом баллу, потому что балл – это в первую очередь красивый культурный отдых, это светское мероприятие. И у нас часто участвуют как руководители компании, либо, если нет возможности пойти, они в качестве награждения отправляют пару достойную представлять их компанию. Ну и, конечно же, мы на самом баллу объявляем, какую компанию представляет эта пара, и таким образом весь балл наполняется вот таким интересным составом, который представлен компаниями Севастополя, Крыма, и, в принципе, вообще с Россией к нам тоже приезжают. Да, хочется добавить, что вот это мы как раз, то, что сейчас Юля описывала, это называется представительский класс, как мы его назвали, что у нас балл представительского класса, что это означает, что мы приглашаем все компании, фирмы, абсолютно все, отправить именно свою пару на балл, чтобы она представляла соответственно свою компанию. Это такое новое совершенно направление, новая идея, которая позволяет не просто на таком строгом официальном уровне повзаимодействовать, но именно взаимодействовать на уровне, я бы даже сказала, духовном, искреннем, потому что тогда компания сразу вовлечена не только с точки зрения партнерства в проект, но она вовлечена непосредственно в само действие. То есть у нас представители компании замечательные совершенно пары, прекрасно танцующие, то есть их там с очень большим трепетом выбирают, и эти компании, естественно, входят сразу весь в процесс, они знакомятся с парами, с офицерскими, с гражданскими. Получается как раз то, о чем мы мечтаем, получается представительство совершенно разных профессиональных сфер Севастополя. Это наша такая большая цель, мы надеемся, что мы ее будем достигать каждый год. У нас есть видео о проекте, давайте его посмотрим и продолжим беседу. Севастопольский офицерский бал – это масштабный, невероятно красивый проект, главной целью которого является не только возрождение высоких и достойнейших традиций России, но также стремление показать и доказать, что нынешнее поколение может и должно вписать новую страницу в культурную, героическую историю нашей страны. Мы этим балом хотим объединить и возродить наши традиции, которые существовали в нашей стране, существовали среди офицеров. Почему в Севастополе? Потому что здесь стоит наш превосходный Черноморский флот, потому что Крым – это очень актуальное место в России, и нигде, как здесь, сейчас нужно это делать. Дух моряков, дух русских людей. Мы возрождаем это, у нас это даже возрождается ощущение на репетициях, когда все это видно, как это было там тогда, 100 лет назад или 200 лет назад. Насколько это было красиво, мы это видим в собственном исполнении. Кто-то придумывает, кто-то исполняет, им кажется, что они фигуры делают, а на самом деле вот эта огромная масса, они выполняют какой-то исторический ритуал. Это очень хорошо проглядывается. Главное, направо. Разошлись! Разошлись! Заводим круг. Готовы, мазурно! Раз, два, раз, два, три, ключи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Севастопольский офицерский бал – это совершенно уникальный праздник для города. Это то событие, которое объединяет военное и гражданское общество. Они встречаются здесь лицом к лицу, на паркете, со своими супругами, со своими дамами. И офицеры видят то, ради чего они выбрали нелегкую службу. А гражданские пары понимают, что люди, которые, если будет необходимость, пойдут их защищать – это нечто абстрактное. Вот они сейчас рядом с ними, кружатся в одном танце. КОНЕЦ Расскажите, как стать соорганизатором? Расскажите про условия участия в организации города. Как стать соорганизатором? Действительно, очень правильное выражение. Я бы хотела сказать, что не сегодня уже это упоминала, но на самом деле самое главное, что нужно – это в первую очередь действительно хотеть повлиять на культуру города. Потому что все абсолютно люди и компании, которые помогают событию – это в первую очередь те люди, которые неравнодушны именно к культуре Севастополя, к культуре Крыма. И на самом деле, наверное, это не то, что первое условие, но можно с уверенностью сказать, что если люди действительно болеют душой за культуру, за перспективы города, то, конечно же, мы найдем общий язык и действительно прекрасно сможем посотрудничать. Чтобы стать нашими партнерами, в первую очередь нужно всего лишь позвонить нам, потому что мы на самом деле большую часть времени занимаемся тем, что ищем как раз людей, которые хотят помочь, которые готовы помочь. Мы ищем их везде. Мы ищем их в Севастополе, мы ищем их по всему Крыму, мы ищем их, собственно, по всей России и в Москве, и в Питере. То есть такая большая полномерная работа, и у нас действительно очень много партнеров самых разных сейчас, даже городов России, это приятно отмечать. То есть нужно позвонить, и дальше мы уже пообщаемся, поймем, как мы можем посотрудничать. А что касается именно представительского класса, о котором мы сегодня говорили, такая вполне определенная форма участия именно компании, то у нас есть вот именно в разделе на сайте для участия в событии один из разделов, это как раз участие компании. То есть там нужно всего лишь отправить заявку, написать, какая компания хочет участвовать, контактные данные. Дальше мы уже знакомимся, выходим на связь и уже начинаем полномерно и прекрасно сотрудничать. Расскажите, как реализуют благотворительную программу офицерского бала? Благотворительная программа реализуется у нас очень красивым таким способом, который соответствует самому формату события. У нас в этом году будет благотворительный аукцион с прекрасными лотами, которые тоже, кстати, наши партнеры нам предоставляют. Это будет очень красивая такая история. Я надеюсь, что все гости, которые будут на балу, они загорятся тем, чтобы заполучить эти лоты, и тем самым будут очень активно участвовать в благотворительной программе. Далее благотворительная лотерея. Тоже такая очень, мне кажется, интересная история, когда желающие пары, желающие участники приобретают лотерейный билетик, и дальше таким путем именно случайных чисел выбираются те счастливчики, которые что-то выиграли, что-то красивое, запоминающееся от бала. Далее в прошлом году мы это попробовали, и нам очень понравилось в этом году, мы, безусловно, это повторим. Это именно смс-сбор, то есть все участники и гости события, более того, все, кто хочет у нас на сайте, это открытая вся информация. Даже если вы, допустим, по каким-то причинам не можете быть на балу, вы можете все равно поучаствовать, естественно, в благотворительной программе. Это такой вброс смс, когда люди пишут сумму, которую они готовы выделить именно на направление благотворительное. Мы такое делаем, большое красивое такое действие. И, конечно же, это перечисление на просто расчетный счет, который тоже у нас все на сайте в разделе благотворительности описано. В этом году мы собираем средства для помощи, даже не хочется сказать именно для поддержки, чтобы это была поддержка, не помощь, а именно поддержка замечательная для талантливых детей. У нас будет, они будут присутствовать на балу, так что все смогут с ними познакомиться. Это два очень талантливых мальчика и девочка, даже, может быть, девушка, им всем по 12 лет. Для двух молодых людей мы будем собирать ресурсы на то, чтобы они купили музыкальные инструменты, потому что это все дети из малоимущих семей, которые не могут себе позволить, к сожалению, приобретение их. И мы очень надеемся, что это поможет им развивать свой талант. Ну и для девочки, для Екатерины Ситниковой, она моя тезка, мы будем собирать средства для того, чтобы приобрести ей все необходимое для художественного ее таланта. Это мольберт, краски и все необходимое именно для художника. То есть это такая вот история про талант, про дар. Нам очень хочется, чтобы талантливые дети Севастополя имели возможность свои таланты реализовывать. Дай Бог, чтобы у нас получилось этому способствовать. А сколько ребят уже получили в рамках этого проекта помощь? Надо всех посчитать, конечно же. Мы вообще стараемся прям так не считать. Могу сказать, что было сделано. Каждый год, в принципе, мы выбирали разные направления благотворительности. И вообще деятельность благородного собрания, как организация, которая все это проводит, не ограничивается Севастопольским офицерским балом. У нас бывают разные проекты, межсезонные тоже. То есть на самом деле деятельность-то длится уже более 8 лет. И вот в рамках деятельности были совершенно разные бенефицары, благотворительные помощи. Например, на одном из балов мы собирали ресурсы на то, чтобы двум прекрасным, талантливым молодым людям, которые имеют ограниченные возможности здоровья, пошить костюмы танцевальные, потому что они хотели выступить именно на конкурсе, поучаствовать в танцевальном конкурсе. И мы это сделали. Дальше собирали ресурсы на девушке, которой нужна была операция на глаза. Дальше собирали ресурсы на то, чтобы дети могли отдохнуть у нас здесь с ограниченными возможностями. В Марфо-Мариинской обители есть такой детский лагерь, называется он «Солнышко в ладошках». Это было направление как раз второго балла. В прошлом году мы также собирали ресурсы для талантливых детей и тоже приобретали музыкальные инструменты, которые мы вручили прекрасным нашим ребятам в торжественном приеме после балла. То есть самые разные есть истории. Слава Богу, они каждый раз заканчиваются какими-то счастливыми глазами и положительными результатами. Надеемся, что в этом году это будет так же. На самом деле тут главное участие всех. То есть это не ограничивается, конечно, нашим желанием, а желанием на всех участников и, собственно, всех жителей Севастополя в этом поучаствовать. А как определяетесь, кому следует помочь? Мы сотрудничаем с фондом «Корсунь», вот, например, в этом году, если говорить про этот год. И фонд «Корсунь» нам помогает, он предлагает нам кандидатуры. И мы, собственно, уже на таком коллегиальном совете команды нашей вместе с фондом «Корсунь» выбираем детей, которые... Это бывает какой-то, не знаю, зов сердца, я не знаю, тут сложно сказать, какие именно критерии у этого есть. Это скорее вот именно такая история внутренняя. Вот хочется вот этому ребенку помочь, значит, мы его выбираем. То есть не могу сказать, что у нас какие-то есть. Набор жестких каких-то критерий, безусловно, нет. То есть мы рассматриваем очень большое количество кандидатур каждый раз. Осталось меньше месяца до мероприятия. Расскажите, какой объем работы проделан в подготовке? По объему подготовки с 15 марта у нас ежедневно проходят репетиции, включая субботу, воскресенье. Занимаются как офицерские пары, занимаются гражданские пары. Также вот, как ранее мы говорили, пары представителей компаний. И тем самым очень удобно, что, к примеру, когда люди переживают, что мы бы рады поучаствовать в балу, но у нас нет времени. Я всегда объясняю, что вам достаточно посетить хотя бы 5 танцевальных мастер-классов. Вы можете присоединиться в любой день к нам в любой момент, что очень удобно. И на выходные в том числе. И уже можно полноценно участвовать в программе. Потому что, к примеру, вот за 5 танцевальных мастер-классов люди, которые даже никогда не танцевали, 10-12 танцев разучивают с легкостью, с удовольствием. И полноценно участвуют в самом балу. Это что касается танцевальной подготовки. Так, конечно, проделано у нас очень много проделанной работы касательно встреч с компаниями, где мы рассказываем про бал, где мы приглашаем на бал. Очень много у нас организационных моментов по обустройству самой площадки. Потому что на Михайловской береговой батарее это под открытым небом. Там асфальт и, в принципе, и крепость. И больше ничего нет. И нам предстоит большая задача, которую мы уже исполняем, превратить ее в настоящую балную залу. Ну, что еще можно добавить сюда из такого? На самом деле объем работы настолько большой, что даже сложно вот так вот выделить что-то конкретное. Потому что это бесконечный, ежедневный труд. У нас вообще нет никаких ни выходных, ни праздников. И настолько много стоит задач. Мы как-то уже это обсуждали, что в наше время Золушке, чтобы попасть на бал, нужно сначала этот бал организовать. А чтобы организовать бал, нужно столько всего сделать, что когда читаешь сказку и смотришь, что там Золушка перебирала какой-то горох, думаешь, что, конечно, это было бы совсем не проблемой. То есть, ну, конечно, очень большой труд сейчас проделывают наши все... Вот я бы хотела отметить творческий цех, да, потому что бал каждый раз у нас бывает уникальный. Каждый раз мы берем какую-нибудь необычную художественную завязку, художественную направленность. И у нас сейчас будет семь прекрасных героев, которые будут представлены на балу. Так как бал — герой нашего времени в этом году, литературная тематика. Для меня лично всегда большое счастье наблюдать, как эти семь героев, семь у нас прекрасных артистов, талантливых танцовщиков, они встречаются, у них рождаются танцы, они постоянно находятся в таком процессе какого-то рождения чего-то нового. И, в принципе, вот это вот рождение чего-то нового, каждый раз нестандартный подход, это вообще, я бы сказала, что это символ нашего балла, потому что, не знаю, то ли нас как-то жизнь хочет надрессировать, но у нас каждый год бывают какие-то неожиданные, нестандартные задачи. Да, проблемами их называть не будем. Задачи, то есть мы решаем колоссальное число вопросов, совершенно неожиданных. То есть, вот, например, мы с Юлей такие две вроде хрупкие девушки, что мы только не решаем. Ищем бетон для заливки площадки, продумываем какие-то заграждения, разговариваем с охранами компании. То есть настолько большой пласт работы, что, конечно же, выделить что-то одно не получается. Главное, что это целая жизнь вообще. Каждый раз подготовка балла, это история в длиной жизни. И когда балл проходит, мы все, все наши команды испытывают такое... С одной стороны, может быть, это облегчение, а с другой стороны, такое опустошение, потому что все силы, все силы душевные, все силы временные, все ресурсы, какие есть у каждого из нас, у нас не так много, поэтому так и нужно, они идут на балл. Это то, чем мы живем, действительно. С какими трудностями сталкиваетесь в организации? Ой, с какими трудностями мы только не сталкиваемся в организации. Но главная трудность, конечно же, это само слово балл, которое сейчас, ну, наверное, я все-таки не побоюсь этого выражения, дискредитировано в наше время. И слово балл воспринимается людьми, как что-то такое очень... Далекое. Далекое, да. Нас часто упрекают, то есть я что только... Какие разные бывают разговоры у нас, говорят, вот вы, что за буржуйство, какие баллы в наше время сейчас вообще не до этого, сейчас тяжелая жизнь, тяжелый период, это первое время чумы, как мы иногда там тоже такие слышим высказывания. Я еще не так старая, поэтому обратилась к родителям, мы все обратились к взрослому поколению, спросили, помнят ли они когда-нибудь легкое, легкое, собственно, время в нашей стране, на их памяти. Они сказали, такого еще не было. Поэтому, собственно, ждать каких-то легких времен, чтобы делать баллы, это несколько наивно, наверное. Поэтому вот очень много предрассудков, с которыми, мне кажется, мы успешно боремся, потому что мы видим именно увеличение количества числа участников, и люди наконец понимают, что это в первую очередь поддержка культуры своим участием, потому что нигде больше, ну, наверное, я могу что-то не учесть, но на мой взгляд нигде больше вы лично не участвуете. Вы везде обычно бываете в качестве зрителей, будь то театр, будь то кинотеатр, будь то выставка. Это обогащение именно через, да, вот такой вот стес, через то, что вы все равно напротив, вы созерцаете балл, он заставляет поддержать культуру вот именно личным участием. Вы лично участвуете, вы лично развиваетесь, вы лично проходите сначала этап подготовки, вы лично учитесь и вспоминаете вообще о том, что такое культура, что такое у мужчин отношение к женщинам. То есть это большая, на самом деле, работа над собой. И поэтому мы всегда говорим, вот, кстати, хочется пользоваться случаем, обратиться абсолютно вообще ко всем жителям города, ко всем компаниям, ко всем госструктурам, что вот на мой взгляд, и моя большая мечта, чтобы все люди, которые хотят поддержать культуру, они поддерживали ее именно личным участием. Вот даже, вот именно лично, потому что вы же понимаете, что чем более уважаемый человек, чем больше он обладает властью, чем больше он обладает весом в обществе, в городе, в стране, если он лично что-то делает, например, вот лично, да, поучаствует в танце, лично поучаствует в балу, лично, не знаю, научится играть на каком-то музыкальном инструменте, это сразу такой большой пример вообще для всех, и люди начинают, ну, то есть это прямое влияние на культуру. Поэтому самая большая сложность в том, что мы сейчас очень от этого далеки, к сожалению, именно от личного влияния на культуру, и мы как раз вот людей на это сподвигаем, вдохновляем. Но большой также, конечно, большая трудность, задача, это каждый год сбор ресурсов на бал, потому что у нас нет феи крестной, которая нам бы по мгновению волшебной палочки все сделала, поэтому это огромная работа каждый год, чтобы вообще этот бал состоялся. Мы вот не прекращая, ищем спонсоров, ищем партнеров, ищем людей, которые могут помочь, любым, на самом деле, либо финансовым вложением, либо вложением ресурсов. Поэтому мы говорим, что бал – это проект гражданской солидарности. Пожалуйста, каждый, кто может, чем может, помогайте, если вы хотите, чтобы в городе действительно продолжалось это событие. И очень приятно также, что у нас расширяется география тех, кто поддерживает события. Например, правительство Крыма нам в этом году и в прошлом году оказало информационную поддержку. То есть это приятно. В Москве очень много людей, которые помогают тоже событию. Говорят просто «Севастополь» – это же такое вообще родное слово для русского человека. Конечно же, такое прекрасное дело. Вот дай бог, чтобы оно продолжалось. Вот вам, вот чем я могу помочь. И поэтому, на самом деле, благодаря этому баллы существуют. Хочется прежде всего донести, и самая большая сложность, вот донести, на самом деле, что никаких волшебников нет, что волшебники – это мы сами, мы с вами, и надеяться, что кто-то придет и сделает для нас сказку, не нужно. Мы сами творцы этой сказки. Поэтому вот это такая самая большая трудность и наша, наверное, работа постоянно. Время нашей программы, к сожалению, завершилось. Я благодарю вас за интересную беседу, и что нашли время к нам прийти. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Про Севастопольский офицерский бал рассказали Екатерина Графутацкая и Юлия Зарецких. Это была программа «В контексте». Впереди еще много интересного. Не переключайтесь.